Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И основная печка, там пошла и трещина, и кирпичи выпали, и мы топим, потому что домоходы у нас один на всех Эта труба, значит, идет снизу, и она уже очень такая шаткая вся И может вполне случиться так, что рухнет, и все И мы очень сильно не топим, потому что боимся сгореть Домовая книга Дом 27, переулок Партизанский, построен в 1904 году Бывший купеческий особняк Два этажа, три подъезда, пять квартир Отопление печное, управления отсутствует В электронном реестре жилого фонда города не значится С 1904 года Мне вот 81 год Я здесь родилась, в этом доме выросла И вот уже 81 Не считая тех лет, которые предки жили Здесь родители Вот такой дом А вот эта вся труха, которая вот эта есть, она сыпется Вот это все мусом, уже все Топец полнейший Так, дом ремонтировали в последний раз Так, Вера с 1953 года Значит, в 1955 где-то В 1955 и 1956 год я в 10 классе училась То есть это был последний ремонт? Да Иди как няня Уже только за эту зиму дети Ирины дважды переболели бронхитом Младший перенес пневмонию При режиме топим поочередно Нагреть квартиру просто нереально Бабушка Нынче делали печку И вот она у нас дала осадок Наверное в сторону И вот видите какие разрушения Здесь, то есть вообще прям трещина была туда Вот мне помогли сделать железку Здесь вот трещины у нас везде пошли Поверху вот трещина То есть Вот так вот И дым, видите, вот как трещина пошла И дым вот я ничего не убираю Чтобы вот было видно И вот как ветер мы вообще натопить Мороз мы натопить не можем Дети болеют и болеют Поэтому вот такие вот проблемы Согласно полученному на руки документу Здание, которое рассыпается на глазах Жители должны были освободить До 1 января 2019 Двум семьям уезжать некуда Ждут расселения Впрочем, и те, кто покинул родовое гнездо Все равно приезжают Чтобы хоть немного прогреть Своё недвижимое имущество Чита пенсионеров Ивановых Приходят в свою квартиру каждый день Как на работу Три часа, говорю, вот топишь, да? Утром придёшь, вот я с вечера топлю сюда И видите, там Вот 4 градуса сейчас всего А вы говорите, что температура воздуха Не поднимается выше 6 градусов Это как можно жить в такой температуре? Так вот мы и не живём Мы закрываем, протапливаем Если не топить Тогда у нас верхние люди замёрзут совсем Кроме разрушающегося дымохода В подвале дома есть ещё Очень необычные конструкции Словно в шахте Несущие балки перекрытия Укреплены столбами-подпорками Редкое в 21 веке зрелище Впрочем, достопримечательности Этого аварийного дома На этом не заканчиваются Потолок вот на днях прям обвалился у нас Прям секундное дело Вышло на улицу Утром на работу собиралась Вышло на улицу И грохот Я заглядываю Толь сынок упал Заглядываю, смотрю У меня тут всё разрушено И я поняла только на работе Шок у меня такой был Что у меня ребятишки Две внучки И сынок И поэтому Такие вот И боюсь, что дальше будет разрушение У нас Тут вот по самой матке Вот тоже идёт трещина Видите? Вот как вот дом осаживается Вниз Вот именно, наверное, в ту сторону А печка у нас вот как-то туда идёт Вот она, она пошла Я её, конечно, блин Заклеила вот обоями Вот она, она идёт Чтоб не дуло Ну, с неё очень сильно дует Она вот отсюда пошла И до верха Я шкафом закрыла Потому что дует И дети здесь бегают Мы её закрыли Получается, дырка насквозит на улицу Да, что прям сквозит очень сильно оттуда А вот этот угол Он вообще у нас, когда холодно Он у нас промерзает полностью Прям вот досюда Вот где дырка у нас пошла Здесь уже получается Тоже как трещина, не трещина Потому что обои вот пошла Трещина тоже Вот здесь всё вот так Это обои даже отошли Что угол мёрзлый И не покрывается, когда холодно Но сейчас его нету Потому что тепло Я всё вон засиликонила Полностью вот это всё Вот она От матки по этой идёт Сквозные на улицу дыры Расстрескавшийся потолок Покосившаяся лестница Прямо на наших глазах Жители решили провести эксперимент И посмотреть, что скрывают доски Которыми дом был обшит в далёком Теперь уже 55-м году Зачем отрывать-то Мы хотели посмотреть, что там вообще Здрасте, сейчас тарёшь Там гвозди на 150 Забиты Он хороший Ну а там Это Дерево Просто она обшита А там Такие же вот эти брёвна Внешне целые брёвна От первого же прикосновения Рассыпаются в труху Жители грустно шутят Хорошо, что купец строил Основательный был человек Сколько поколений в этом доме выросло Но всему приходит свой срок И не надо быть экспертом, чтобы понять Дом не просто ветхий Дом аварийный И представляет угрозу для своих жителей Во время одного из последних визитов в администрацию Жители услышали пожелание Желаем не сгореть за зиму А ведь ходили, чтобы узнать, когда расселят Слышали, что в 2019 году возобновится реализация программы Переселения из ветхого аварийного жилья Но, как оказалось, говорить о масштабах её реализации в Бийске Ещё рано 28 объектов общей площадью 25 тысяч квадратных метров Около 70% бийчан, нуждавшихся в переселении, уже получили новое жильё Оставшиеся 30% терпеливо выживают в разрушающихся домах Среди них жители дома 27 по переулку Партизанский Далее в программе Срок завершения строительства откладывается до судебного решения Официальный ответ на редакционный запрос получен Дом 2-4 по улице Митрофаново прославился в коммунальном рейде тем Что шум от временного насоса, который установлен в подвале Мешает нормально жить собственникам жилья не только на первом этаже Мы по переселению с посёлка Сорокино Ну, как бы, с нашего дома все переехали уже И нас оставалось всего две семьи У одних, значит, вообще там в третьем подъезде ничего не было сделано Даже дверей не было входных, ну, их заставляли переселяться А мы из-за вот этого шума Как нам сказали в администрацию Дочь-то ездила Вот, я так плохо хожу, поэтому я никуда не ездила Она ездила Что этого шума не будет Что как начнётся новый отопительный сезон И всё это к трассе, уже трасса будет протянута И всё к трассе мы будем подключены Как стало известно из полученного из администрации ответа на наш официальный запрос Строительство дома 2-4 по улице Митрофаново изначально предусматривалось в два этапа Разрешение на ввод в эксплуатацию трёх подъездов новостройки в Рябиновом микрорайоне подписано 15 декабря 2016 года Документ подписал первый заместитель главы города На тот момент этот пост занимал Сергей Крыжановский В момент заселения людям было обещано, что шум в подвале явление временное И после сдачи в эксплуатацию второй части дома источник шума будет убран Однако в данный момент строительство заморожено И на незавершённый объект наложен арест в рамках судебных тяжб между администрацией и застройщиком Это значит, что срок полной сдачи объекта по-прежнему остаётся неизвестным И люди будут вынуждены жить в зоне повышенного уровня шума Или же будут вынуждены до конца топительного сезона покинуть свои новые квартиры Из-за того, что ни днём, ни ночью находиться в них просто невозможно Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения На видеохостинге Ютуб, в группах «Бийский мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «Вконтакте» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова